здарова народ с вами снова я и постараюсь долго не болтать быстренько уложиться в пару минут чтобы особо не отвлекать от процесса так получилось что сегодняшняя поделка пока не нашла своего применения кроме как декоративного элемента на стене короче видеть пылесборника а собственно эту историю я поведаю чуть позже сейчас но сначала пройдусь по изделию это топор топор фэнтезийный сделан под тематику викингов короче за основу взять топор из просторов интернета вот такого типа вот ведь как на экране вот он но немного доработан и стилизован с моей точки зрения тоже получился принципе презентабельно сам процесс изготовления вы увидите в ролике ну а теперь собственно вернусь к своей истории что с подвигло меня забубенить такой топор мы как-то собрались посетить байкфест на который нас приглашали у ребят была круглая дата им 20 лет исполнялось и у нас возникла концепция как замутить нормальный такой викинг викингское шоу фэнтезийной стилистики в принципе как нам любит показывать голливуд типа викингов огромных размеров там с большими топорами или секирами полуголы и либо в шкурах с рогатыми шлемами ну все в таком вот роде как вот и чтобы особо не ударить грязь лицом как бы я подумал и решил сделать себе топор мне сразу голове сформировалась картинка как я представляю себе этот двуручный топор я приступил к его реализации результат труд моих трудов я думаю вы оцените ну а мне остается только добавить то что мы на байкфест в итоге не попали по ряду причин не поехали в итоге это изделие выполняет роль декора но я ни капли не расстраиваюсь потому что в будущем может и пригодиться где так как у меня в голове много еще идей куда его можно применить да и в качестве декора он вполне себе ничего хочу всем принципе пожелать творческих успехов здоровья хорошего настроения смотрите нас всем удачи и пока так теперь будет долгий процесс уже большим сверлом диаметром буду высверливать даже может чуть поменьше возьму немножечко поменьше вот буду высверливать побольше вот эти отверстия и уже между собой их соединять то есть делать рисунок полностью вот вот это вот белую убирать всю часть и будет пустота то есть она будет сквозная и уже потом буду это все наваривать на сам топор то есть но это уже в процессе я покажу что получится принципе сейчас будут дальше рассверливать уже поменьше вот диаметром эти дырочки тоже проходить чтобы легче было выбирать над пильничком над филем буду уже здесь выбирать потому что здесь уже тяжело будет подлазить бурмашинкой если у кого нет бурмашинки будут работать над филями на пильничками маленькими но если кому это интересно а так смотрим дальше прям хоп а тут вырезалась да получилось вот так сейчас придется обработать ее еще отшлифовать потом их разъединить ну прям не сейчас я сейчас я сделаю как все любят делать для шоу для шоу для шоу а и получается прям чувствую подписчиков куча начинает расти прям вообще шоу получилось клевая короче вот такая хрень получилось сейчас буду шлифовать так вечерочек убил чтобы его так прорезать теперь дело за малым теперь тисочки над филёчки и лет с голову после определенной обработки надфилем получилось вот такая хрень вот где-то два вечера не вот приварил я его вот так вот по контуру сверху значит сейчас буду проваривать здесь вот тут чуть прихватил буду проварить здесь и буду усиливать здесь дополнительно я сделал такие вот вы из металла три руны вот будут так вот три руны и будет короче одна руна здесь то есть я ее приложу прихвачу она будет усиливать и вы получил по форме одна будет здесь здесь и одна будет здесь то есть будет усилен обух тоже усилен будет но и плюс придаст такой тоже своеобразную такую форму фэнтезийности что-то типа такого вот рунического варварского такого жесткого ну принципе что сейчас буду зачищать все это вот отполировать все доваривать остатки отошло вообще и уже буду ровно крепить и уже чтобы сваркой не сверкать не показывать лишний процесс не занимать и уже в конце покажу что как бы ну что у меня получится уже форму ну что же поехать дальше так ну что шлифанул полирал немножко получилась вот так вот ну что после маленечко полировочки такой небольшой слегка значит я шлифанул его сейчас думаю немножко придавлю ему агрессии ну то есть сделаю здесь вот вот эту вот часть потому что она больше чем это чем кромка не знаю может сделаю зубьями такими чтобы было более такая агрессивная вот и скорее всего я его пойду чернить положу в кастрик и маслом потом в масло и уже уже потом шлифану вот эту часть для того чтобы было ну как трубище типа ударная и внутри рисунок делаю белый и перест приступлю к ручке в принципе а еще один такой нюанс вот здесь вот бахну по всему лезвию рунами с одной и с другой стороны чтобы было покрасивее ну как так сказать может попробовать штихелями и штихелями не получится значит бормашинкой вырежу ровно но и уже покажу потом что получится у меня а Субтитры делал DimaTorzok 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 Короче, отправляем в топку Так, нет, неправильно Чучки неправильно Вот так, чтобы... И продолжаем разговор Все это закладываем Пусть он Креется У нас Потому что потом Вход пойдет Еще надо пушку Пушку закалить Не закалить, а зачернить Так, хотел показать Как чернил Ну, в принципе, увидели процесс Значит, ложил в костер Потом в масло Потом опять в костер Масло обгорало И потом опять в масло И так, ну, два-три раза Вот, в принципе, он зачернился Он вот такой черный стал Потому что пришел костик И все испортил мне, как обычно Голову забил Я забыл, что я снимаю видео Ну, короче, вот, получилась вот такая фигня Сейчас буду работать над чем Щетчик чуть попозже Отчищу его Постараюсь Ну, по максимуму снять Буду очищать внутри Руны И лезвие наводить И, в принципе, он готов К эксплуатации Я думаю, масло затекло везде Пролилось Закалилось Так что должно получиться Все Огонь Так что, вот так пока есть Сейчас буду дальше заниматься этим процессом И, в принципе, я буду дальше Продолжение следует... 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 Продолжение следует...